Еще раз добрый день, уважаемые родители-абитуенты. Я вижу по испуганным лицам, что администрация все-таки напугала. Учебой трудно, тяжело, не справляются ребята. Ну вот от себя хочу сказать, что это абсолютно не так. Небольшое вступительное слово. Я заканчивал лингвистическую гимназию, у меня было два языка в профиле. И я должен был поступать на факультет военного перевода, как и 70% моего выпускного класса. Ну, как видите, я сейчас здесь, живой, заканчиваю бакалавриат в этом году. Очень хорошую позицию имею в рейтинге. И при этом еще успеваю там заниматься и спортом, и тратить свободное время на всякие интересные активности, о которых я вам сейчас расскажу. Значит, студенческая жизнь МЕФ — это совмещение приятного с полезным. То есть, как правильно Анна, представитель каерного центра, отметила, что приходя в компанию и говоря там «Я супер-пупер, топ-1, у меня все пятерки», шанс на прохождение не особо высокий. Вы должны обладать мягкими навыками и уметь продать себя. И, конечно, участие в студенческих организациях — это первый шажок к таким навыкам. То есть, как вы можете здесь видеть, студенческая жизнь подразделяется у нас на самоуправление и развлекательные организации с благотворительностью. Никаких ограничений нет. Каждый студент может участвовать хоть в обоих блоках, в одном или не в одном из них по желанию. Значит, образование и самоуправление — это у нас основные организации, наш академический студенческий совет, который действительно является очень важным органом. Ребята проходят выборы, туда мы голосуем за представителей, и у них действительно есть инициатива предложить какое-то решение администрации и повлиять как-то на развитие факультета. То есть, это не просто номинальный какой-то орган. Вечерняя школа кистоун и тьютеры подразумевают работу с абитуриентами и с работодателями. То есть, в вечерней школе ребята ведут занятия со школьниками лично и выступают в роли семинаристов и лекторов, что, возможно, поможет кому-то поступить на PHD и почувствовать вкус в академической карьере. Кистоун — это налаживание контакта с работодателями. То есть, ребята договариваются с менеджментом разного уровня, вплоть до синьер-позиции, о том, чтобы они приходили на наш кампус, давали лекции, знакомились и даже проводили какие-то, может быть, МОК-интервью или отборочные тесты. А вот благотворительные образовательные организации кому-то покажутся более такой интересной и свободной частью нашей жизни, потому что это про веселье, это про вечеринки, особенно наша организация ISF Crew. У нас скоро будет день рождения на следующей неделе. Мы отвечаем его в клубе в центре Москвы. И все от нуля до 100% организовано моими друзьями, коллегами, однокурсниками. Причем не только с четвертого курса, но с первого, второго и третьего. То есть, ребята приобретают организационные навыки с первых дней. Заключают договор с клубом, осуществляют рекламу, пиар, информируют нас, продажи билетов, учет — все лежит на них. И поверьте, после организации нескольких дней рождения вы можете уже уверенно сказать, что у вас есть очень большой опыт в данной сфере. И, разумеется, на интервью вы можете его презентовать, и это будет большой плюс в вашу копилку. Outreach и No Silence — это благотворительная организация и музыкальная. То есть, конечно же, мы заботимся о том, чтобы ребята и участвовали в каких-то благотворительных ивентах, и также их организовывали самостоятельно. Ну, а для тех, кто более творчески направлен, всегда можно поучаствовать и в наших музыкальных проектах. Ну и, разумеется, спортивные секции сейчас очень разные представлены. Какими-то занимаются отдельно МИЭФ. То есть, у нас есть, например, очень знаменитая секция по русскому жиму. Ребята выигрывают соревнования ежегодно. Ну и поскольку мы все-таки часть большого университета с органичной средой, практически любой спорт можно найти непосредственно в вышке. Начиная от водного пола, заканчивая Ultimate Frisbee. Это все бесплатно, все здания и тренеров предоставляет университет, поэтому мы приглашаем всех участвовать. И поверьте мне, это очень приятно прийти и позаниматься спортом или каким-то творчеством после тяжелого учебного дня и немножко расслабиться. И, продолжая свое выступление, хотелось бы вам презентовать нашу вечернюю школу. Повторюсь, этот проект организуется исключительно студентами для будущих абитуриентов. Наверное, для тех из вас, кто еще пока не в 11 классе, или у кого есть братья, сестры, друзья, будет актуально то, что каждый год осенью мы набираем ребят со всей России, то есть это не обязательно только Москва, могут быть и регионы, и вводим их в экономическую науку в программу. То есть рассказываем им то, о чем они узнают более подробно на МИЭФе. По-моему, здесь есть еще и подготовка к Олимпиадам, и отдельная наша Олимпиада, Олимпиада школьников. Приглашаю вас зарегистрироваться. Если у кого-то есть мобильный телефон, можно достать, отсканировать QR-код, и вы сразу попадете на портал регистрации. Олимпиада проводится в два этапа, очно и заочно, организуют ее исключительно МИЭФ, и победители и призеры получают льготы, в том числе при оплате, при поступлении на наш факультет. Также есть летние школы, это обычно июнь и июль, как вы можете видеть. Мы приглашаем ребят в Москву и рассказываем им либо о подготовке к Олимпиадам, либо уже о выборе какого-то конкретного трека в профессии. И, конечно, наверное, многим из вас будет интересен такой формат, как ICF Open Day. Это уникальное мероприятие, когда мы каждого школьника приглашаем на один день в МИЭФ и предлагаем ему почувствовать, что такое быть студентом. Посетить пары, сходить на лекции, семинары, поесть в нашей замечательной столовой, в общем, полностью проникнуться тем, что мы здесь предлагаем. И, поверьте, ощутить на собственном опыте, что такое университет и что такое МИЭФ, это очень заразительно. И многие ребята, практически 100%, кто к нам приходит, потом возвращаются и говорят, мы хотим учиться с вами вместе. Также отдельно отмечу, что у нас есть группа ВКонтакте, отдельная страничка на сайте МИЭФ, вы можете туда зайти. Вся информация по вечерней школе, учебные планы, условия отбора, также материалы для подготовки к Олимпиаде. И, что более важно, даты ICF Open Day там есть. Пожалуйста, приходите, смотрите. Также есть контакты волонтеров, которые с удовольствием вам все расскажут. Ну и в завершение небольшой ввод про военную кафедру. Раньше здесь был слайд, но, видимо, его... А, вот, есть. Значит, для молодых людей после обучения не обязательно бежать из России со всех ног или прятаться где-то от армии. Вышка предлагает абсолютно бесплатную возможность пройти военную подготовку в период обучения. На данный момент я являюсь сержантом вооруженных сил, сухопутных войск, как бы это ни звучало. И методом военного дня проводится обучение. Это один день. На втором, на третьем курсе, если это сержантская программа. На четвертом курсе дополнительно, если это офицерская программа. Без отрыва от обучения. Поверьте, это все абсолютно реально. Никакой там сумасшедшей нагрузки нет. Можно абсолютно спокойно оставаться в топе рейтинга, работать, учиться и при этом один день посвящать такому доблестному делу. Значит, немножко про отбор. Отбор физо, физическая подготовка и успеваемость. Поэтому очень важно на первом курсе поддерживать высокий балл, чтобы поступить на военную кафедру и, собственно, закрыть для себя навсегда все вопросы с воинской повинностью. На этом, я думаю, закончу. Я остаюсь в аудитории после завершения дня открытых дверей. Если у кого-то останутся вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо.